Саммит Большой Семёрки в Биорице преподнёс немало сюрпризов – от визита иранского министра иностранных дел до заявлений Трампа о возможной сделке с Китаем. Для многих стало неожиданностью и предложение французского президента организовать встречу американского и иранского лидеров. Трамп заявил, что эта идея ему кажется вполне реалистичной. Он не исключил, что встреча может состояться уже в ближайшие недели. «Я сказал по телефону президенту Рухани, что если он согласится встретиться с президентом Трампом, то я убеждён, мы сможем добиться нового соглашения». «Мы не хотим смены руководства. Мы хотим, чтобы там не было ядерного оружия, баллистических ракет и чтобы всё было сделано без отсрочек. Мы можем этого добиться за очень короткий период времени». Трамп заявил, что с ним связались представители китайского руководства и предложили вернуться за стол переговоров, чтобы обсудить вопросы торговли. Это произошло вскоре после того, как Пекин и Вашингтон объявили об очередном взаимном повышении пошлин. «Я думаю, они очень хотят заключить сделку. Вице-председатель КНР заявил, что хочет заключить соглашение в спокойной обстановке. Он использовал слово «спокойный». Я согласен с ним. За последние месяцы Китай пережил тяжёлый удар. Три миллиона людей потеряли рабочие места. И в скором времени ситуация может стать ещё хуже». «При Трампе США оказались по другую сторону баррикад при обсуждении таких ключевых вопросов, как отношения с Ираном, торговля и изменение климата. Но, кажется, во время этого саммита настроения поменялись, и президент Трамп извил желание действовать путём дипломатии. Последнее время это слово нечасто можно услышать в Белом доме». «Но всё-таки далеко не по всем вопросам позиций стран» оказались едины. Встреча, во время которой «семёрка» договорилась выделить 20 миллионов долларов на тушение пожаров в Амазонии прошла без участия Трампа. Впрочем, Эммануэль Макрон пояснил, что у американского президента были запланированы двусторонние встречи. И члены команды Трампа всё-таки присутствовали на том обсуждении.